Меня тут спросили, как я пишу статьи на Яндекс.Дзен. Ну как пишу? Руками пишу. Не, а если серьезно, то людей интересовало, где я беру исходный материал, который размещаю на своем канале. Понятное дело, что на канал, который личный блок, в принципе, я что вижу, о том и пою. То есть, увидел, что-то там произошло на улице, об этом и написал, скажем, статью. Другое дело, канал по истории. Там все сложнее. Ну то есть, были какие-то события в истории, о которых нужно написать. И до этого нужны какие-то исходники материала, какой-то первоисточник. Хотя, как я понял вопрос, который мне задали, где я беру материал, который потом рерайчу, чтобы потом разместить на свой канал на Яндекс.Дзен. Так вот, таким я не занимаюсь. Я делаю немного по-другому, о том, как я делаю в сегодняшнем ролике. А это Кретов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Ну так вот, если у нас есть канал по истории, то, понятное дело, мы на него события не выдумаем. Ну как бы, можно выдумать, но, скорее всего, у вас за это забанят. Личный блок в этом плане, конечно, проще. Вы идете, что-то фотографируете, потом об этом пишете свое мнение, вот и статья готова. Как бы, никто вас не осудит о том, что если вы неправильно думаете, и можно ли вообще думать неправильно. А вот на канале по истории все не так просто. Попробую где-то цифру не так написать, попробую не тот год указать, количество, число, там все. История не то, что прям точная наука. Но это я про то, что на протяжении веков историю писали победители, и как бы на свой лад все перекраивали. То есть вот эти хорошие, вот эти плохие, ну никто, конечно, вам не мешает поменять все местами и сказать, что вот эти плохие, а эти хорошие. Мы же сейчас немножко о другом, о как раз первоисточниках. Ну так вот, с первоисточниками вообще все просто. Главное найти интересное событие, которое заинтересует читателя. Дальше вы просто гуглите это событие, и в поисковой выдаче находите самый авторитетный источник. У меня чаще всего это Википедия. Иногда в Википедии, если ничего нет, там в каких-то книгах информация. Всегда можно найти что-то, что описывает это. Нам на данном этапе нужен костяк статьи, то есть какие-то цифры, даты, сухие факты, которые можно там использовать. Вот берем эти цифры и факты, и на их основе пишем скелет статьи, то есть размещаем их так, пока никакого мнения там нет, пока никаких интересных дополнительных упоминаний тоже не включено. Просто сухая статистика, сухая информация, цитаты, возможно, из Википедии, но цитаты в Википедии довольно их мало там. Хотя в чем плюс Википедии, там обычно указан источник, откуда взята эта информация. А то бывает спор, и скинешь человеку статью из Википедии, а он начинает, ой, там Википедия, да Википедию любой может отредактировать. Отредактировать может любой, но в Википедии обычно есть источник на информацию, на любую цифру там приведена ссылка. Ну ладно, не будем отклоняться от темы. Ну так вот, у нас получилось, что есть какой-то костяк. Но такая статья по истории нафиг никому не нужна, потому что это получается тупое копирование интернета. Вы что-то там посмотрели, что-то там несли, но это и так все знали, и человек и так мог в Википедию зайти и это прочитать. Если все так оставить, то проще, наверное, было ссылки на Википедию или там на первый источник ваш указать просто в канале и все. Ну так вот, я так не оставляю. Я дальше ищу интересные факты по этому событию. Какие-то цитаты, какие-то воспоминания, что-то такое, что зацепит читателя. Причем вот это очень важно, потому что когда мы находим что-то очень интересное, на основе этого факта мы можем построить заголовок, который зацепит его. Много раз приводил пример из Бородино, но тем не менее еще раз приведу. Заголовок из-за разряда «Бородинское сражение» не очень интересен. Но если мы что-то там копаем по теме войны 1812 года с французами, находим какой-то интересный факт, и нашли вот мы его, на его основе уже можно сделать интересный заголовок. Например, за что Наполеон наградил русского солдата, попавшему к нему в плен. Вот оно, по сути, ура, мы нашли интересный факт. Теперь осталось его просто изложить. Получается, что у нас есть? Костяк события с какими-то цифрами, датами, основной информацией. Это нужно для придания авторитетности статьи. Дальше что у нас есть? Интересные факты, которые мы тоже поискали, возможно, в интернете, из разных источников их собрали. Самые лучшие выбрали и тоже добавили в статью. Ну и самое главное, на мой взгляд, но в принципе не обязательное, для меня важное, это размещение личного мнения автора. Причем, чтобы выразить это мнение, не обязательно писать там, я не знаю, «Я считаю, что Сталин был страшный диктатор». Нет, не обязательно. Вот просто. Пишите какой-нибудь заголовок «Дело глухонемых и другие преступления НКВД». И после этого сразу всем понятно, какой позиции вы придерживаетесь. Ну это в принципе как пример. Я иногда беру и прямо пишу «Я считаю». Ну как бы, а в чем? Нет. Но иногда бывает, что никакой дополнительной информации по статье нет. Даже иногда бывает в Википедии ничего нет. Ну то есть мы видим какое-то упоминание в какой-нибудь социальной сети, опять же возьмем того же Наполеона, что «Наполеон наградил русского солдата за то, что там, когда тот попал к нему в плен». И допустим начинаем искать, что там произошло, и нам выдает коротенькую ссылку в какой-нибудь книге про то, что наградил он его за то, что тот храбро сражался, например. И все, и нет информации. Че делать? А у вас вроде уже и заголовок интересный придуман, и планы на эту статью соответствующие. А самой информации, ну, как говорится, кот наплакал. Понятное дело, что из того, что мы сейчас имеем, мы можем написать, ну, максимум два абзаца, из которых там половина текста будет вводные слова там и какие-то абстрактные предложения. Но уже эти два абзаца у нас являются ядром статьи, основным ее смыслом. Дополнительный текст мы как бы прикрепляем к этому ядру. Что у нас за дополнительный текст? Ну, во-первых, наградил он его после какого-то сражения, очевидно. Что за сражение? Где оно происходило? Об этом можно написать. Дальше какие-то неочевидные вещи. Допустим, если у нас информации по этому событию очень мало, то мы можем посмотреть на первый источник и где вообще это упоминается событие. Находим первый источник, указываем в статье, что об этом писал тот-то, тот-то и говорим, что он был тем-то тем-то, скажем, там, историк или, может быть, вовсе не историк. И можем порассуждать на тему, можно ли ему вообще доверять. Ну, то есть вы как автор видите упоминание какого-то события и размышляете на тему. То есть вообще автор данного упоминания, он кто? Его позиция сходна с вашей или не сходна с вашей? Может, он там все придумал? Ну, никто не запретит вам писать об этом. Да и вы банально можете написать свое мнение о каком-то указанном событии, о котором вы нашли малой информации. Ну, малой информации, что поделать? Но это не отменяет тот факт, что событие произошло. Скажем, совершил советский солдат какой-то подвиг, но информации в наградном листе очень мало. И что? Это ведь не значит, что он недостоин упоминания. Можно написать, что за наградной лист, привести цитату из этого наградного листа, сказать, что такой же подвиг совершили еще столько солдат и матросов, или сказать, что он был первый, совершившим такой храбрый поступок. Вариантов на самом деле очень-очень много. Вся сложность на самом деле, ну, как минимум для меня, не в том, что написать в самой статье, а в том, о чем, собственно, статья-то будет. Ну, то есть выбрать интересную тему, интересную тему для статьи, и потом уже на основе этой темы второй сложный момент подобрать интересный заголовок. Все дело в том, что если вы даже в поиске сейчас наберете какой-нибудь поисковый запрос, типа интересные события истории, Или там интересные факты из истории, ну что-то такое Вам, конечно, выдаст много статей Проблема в другом, что на эти темы уже по 10 раз написали статьи разные авторы Яндекс.Дзена Если не верите, то в следующий раз, когда придумаете что-то очень интересное, как вам кажется, чтобы написать на Яндекс.Дзен Вбейте вот этот вот ваш заголовок, там не заголовок, а тему, которую вы собираетесь написать И добавьте такое вот небольшое окончание Дзен Я имею в виду в поиске в Бейте И вам выдаст кучу статей других авторов на Дзене, которые об этом уже написали Я так много раз проверял, мне выдавало, и я очень сильно расстраивался Если тема такая, какая-то не очень животрепещущая для меня То я ищу какую-то другую тему, чтобы написать о ней Если мне уж сильно хочется написать на эту тему Если она меня как-то затрагивает, задевает Я все равно пишу на нее Но дополняю, опять же, какими-то интересными фактами Дополняю какими-то цитатами интересными Которых нет в статьях у тех, кто уже на эту тему написал Ну и, конечно, добавляю туда свое мнение Чтобы статья была прям уникальная Чтобы это прям не перепечатка была того, что они придумали Хотя они-то как раз ничего и не придумали Они чаще всего просто рерайтят Ну то есть берут информацию с сайтов, с одного какого-то сайта Рерайтят ее, размещают на Дзене И вот вам и готовая статья Так проще Даже мнение свое не высказывают Бывает, кстати, и наоборот Я тут недавно нашел сайт, который просто коммуниздит статьи с Яндекс.Дзена Ну то есть сайт по истории, берет чужие статьи Размещает их у себя И все, вот, пожалуйста В чем плюс для него? Ну то есть исторические каналы это вещь такая Шаг влево, шаг вправо, канал забанен Автор этого канала просто, чтобы его развлокировали Удаляет все статьи Получается, этот сайт становится первоисточником Сайт с ворованными статьями становится первоисточником Я даже на Дзен жалобу написал, говорю Смотрите, сайт ворует мои статьи с исторического канала Они мне написали Не переживайте, мы всегда следим за тем, кто первым разместил материал С сайтами мы ничего поделать не можем Нет, оно понятно Ничего поделать с сайтами они не могут Но, опять же, проблема, о которой я сказал Что если автор удалит все статьи Какая-то, может, там нарушает То первоисточником станет сайт Ну да ладно Это чисто мое негодование С этим, ну, что сделаешь? Да ничего Ну, в общем, вот Главная мысль в том, чтобы найти интересную тему, на которую писать И на ее основе придумать заголовок Все остальное там уже технические трудности, которые легко разрешимы Раньше, как я рассказывал, я писал по три статьи в день Одну статью на личный блог Одну статью на канал по истории И одну статью на канал про фильмы В выходные, субботы и воскресенье делал перерыв Сейчас расписание немножко изменилось Пишу по две статьи в день на Яндекс.Зен Одну на канал по истории Одну в личный блог Иногда, не всегда, пишу на канал про фильмы Все дело в том, что канал про фильмы стал приносить, ну, очень уж мало Хотя, вот что удивительно, но в новогодние праздники И он наоборот вырос То есть я могу написать туда одну статью в неделю Но деньги он все равно приносит И старые статьи начали почему-то крутиться Видимо потому что Новый год, всем хочется развлекаться О работе не хочется думать И все потянулись как-то к фильмам Ну это так, предположение В выходные, я имею ввиду субботу и воскресенье Я писал на канал, который только личный блог На канал по истории в субботу и воскресенье я не пишу Ну и вот эти субботы и воскресенье Которые попали на новогодние праздники Я естественно не писал ни на личный блог Ни на канал по истории Но только в праздники не писал, но это так не особо результат возымело, потому что видимо реклама дешевая, показы люди не очень хотят, люди отдыхают но когда я выложу этот ролик, будет уже понедельник я надеюсь к этому времени реклама обретет ту же стоимость, что у нее была раньше и можно будет опять нормально зарабатывать ну а у меня на этом все подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится на инстаграм, тоже подписывайтесь до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok